всем привет ребята меня зовут матвей вы на канале мотик бегемотик и сегодня мы будем взрывать вот такие штуки разные мы будем взрывать вот такую книгу электронный фотоаппарат еще один фотоаппарат такую я не помню как она называется такую штучку будем взрывать и телефон еще будем взрывать ящик чемодан и вот эту штуку еще и у нас еще тут есть краска это специально чтобы красивый звук и вот такими бомбочками будем совать сильными и телевизор будем еще взрывать друзья да всем привет вы на канале мотик бегемотик как уже сказал матвей сегодня у нас будет просто мега апокалипсис будем взрывать очень много разных петард и для этого специально мы приготовили кучу всякого хлама например мониторы от компьютеров подставку для ноутбука с охлаждением аккуратно моти не упади смотри туда в этой покрышке вода не промокни краска холи которая будет разлетаться просто целым облаком красивым а моти уже катает как на скейте и и куча всякого электронного хлама телефоны айкос фотоаппараты электронная книга чемодан куча всего просто и посмотрите какой у нас огромный запас петард моти ты когда-нибудь взрывал настолько мощные петарды нет ну вообще-то да вообще-то мы пару раз использовали применяли в наших видео петарды похожей мощности но эти петарды будут еще мощнее давай пятюню кулачок и сейчас мы начнем наши эксперименты посмотрим насколько мощные эти петарды и насколько сильно они разнесут нашу электронику техника уже старая не рабочие и и ни к чему уже не применить и единственное применение которое ей можно найти это быть уничтоженными этими мощными бомбами мотя круто да а еще хочется сказать отдельное спасибо магазину пиропитер который проспонсировал это наше сегодняшнее видео магазин пиропитер предоставляет широкий ассортимент пиротехнических изделий высочайшего качества и по низким ценам здесь вы найдете фейерверки и салюты для любых праздников и мероприятий тактическую пиротехнику для страйкбола сигнальные огни для охотников и рыболовов и многое другое ознакомиться с ассортиментом и оформить заказ вы можете на сайте пиропитер точка ру или самостоятельно посетить магазины по адресу город санкт-петербург улица вишерская 11 и улица маршала захарова 20 все ссылки смотрите в описании под этим видео и посмотрите какие крутые бомбы они нам предоставили даже петардами язык не поворачивается это назвать это самые настоящие бомбы заряд мега 12 заряд 12 заряд 8 и заряд мега 10 собственно вот они у нас прям перед вами стоят такие вот прям бочки самые настоящие как я даже не знаю с чем это сравнить по толщине наверно как банан не меньше да мотя и есть еще вот такие маленькие наши давнишние уже давно у нас лежат петарды гладиатор которые мы покупали в том же самом магазине пиропитер и вот такие есть еще петарды ягуар сейчас мы приступим и начнем взрывать весь этот хлам а еще знаешь что мотя что нас ждет в ближайшее время какое видео мы будем снимать что мы будем взрывать скором времени холодильник и стиральные машины целых две паук спасайся эта краска скоро разлетится вместе с тобой и специально для того чтобы мы могли уничтожить наши стиральные машины количество двух штук и холодильник магазин пиропитер выделил нам особо мощные петарды они будут еще больше чем вот эти вы представляете вот просто посмотрите вот она у меня в руке какая она здоровенная а нам выдали петарды еще большей мощности и в скором времени мы проведем данное испытание этих петард может быть это же у нас что это мега 12 до это на сегодня самая сильная петарда у нас ну и конечно же все ссылки на контакты магазина пиропитер будут в описании под роликом заходите на их группу вконтакте сайт заказывайте но не повторяйте этого как мы можно эти петарды покупать только если вам 18 лет да если вам нет 18 лет вам петарды никто не продаст а над нами летают самолетики да ну поэтому мы взрываем под присмотром под контролем взрослых то есть меня поэтому друзья не пытайтесь повторить увиденное это может быть очень опасно мы как вы видите используем защитные очки и снимаем видео с очень большого расстояния у нас стоит еще одна камера которая будет вам все показывать ну а сейчас мы уже приступим непосредственно к тестам нашей пиротехники первыми у нас будут петарды послабже ну а то что помощнее мы взорвем немножечко попозже сейчас мы уберем все лишнее отсюда оставим только то что нам необходимо и по очереди на этом самом ящике будем все взрывать ну что мать это готов давай нужно будет отбежать очень далеко что мы взорвем первым делом вот эту камеру вот эту камеру но она довольно мощная я не знаю справится ли с ней наша петарда я предлагаю знаешь что попробовать сначала маленький плеер вон там такой синенький лежит хлопнуть его для начала возьми-ка вон тот кладем петарду на нашу подставочку сверху кладем плеер посмотрим насколько высоко он улетит надо их как-нибудь закрепить ну вот мы подружили плеер с этой петардой с помощью скотча и сейчас поджигаем фитиль смотрим что произойдет с этим плеером ох ты ё-моё я тоже не ожидал мать а мы мне кажется выбрали ну какую-то чрезмерно мощную петарду вообще ё-моё она пробила смотри она испарилась мне кажется вот смотри от нее стекло от этого плеера мне кажется да 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 это вот смотрите поляризационное стекло ё-моё вот это я не рассчитал конечно я думал она слабенько хлопнет а посмотри какое пробитие оставила офигеть вообще от самого плеера ничего не осталось хотя нет смотри что-то залетело внутрь это наверное а нет это уже там было вот еще какая-то деталь очевидно от плеера и и все что ли это все да я вообще никак не ожидал что это петарда способна на такое она решетку пробила смотри как выстрелом как будто из rpg жахнули ё-моё я предлагаю мать а следующий такой петардой взорвать пакет с краской ты посмотри тут даже чемодану досталось он дымится слушай так мы не доберемся такими темпами до больших петард мы маленькими все разнесем ё-моё посмотри мне кажется туда все улетела в этот чемодан весь плеер потому что я ничего вокруг не вижу а это от кулера от охлаждения о нашли кусок плеера интенсо да уж точно интенсивный был взрыв сейчас мы возьмем какой-нибудь пакетик с краской и бахнем его выбери любой цвет мотя какой хочешь взорвать фиолетовый они одинаковые и мы отойдем немножечко подальше вот туда к той покрышки положим на него и взорвем на покрышке ой течет вода из покрышки смотрите здесь смерть на скейтборде катает мы наверное покрасим немножечко эту смерть на скейтборде давить мотя нам нужно только уравновесить покрышку покрышка держится я надеюсь давайте поставим петар даньку сюда нашу сверху положим пакетик аккуратно ничего не получилось тогда таком случае мы упрем к стене да извини смерть на скейте но ты немножечко покрасишься сегодня да будешь катать на фиолетовом скейте ну как то так рисуем граффити да мотя вместе на канале мотик беги мотик а где краска вон облако краски полетела вот это да ну да а скейтера мы так особо и не покрасили так вот только вансы ему чуть-чуть стилевее сделали да звук конечно вообще и ударная волна очень сильная поскольку мы находимся в окружении бетонных стен ударная волна ощущается конкретно да да это точно но это вот последняя вторая наша петарда была гладиатор у нас таких больше не осталось это еще с прошлых взрывов у нас эти петарды сейчас мы выбрали петарду куда ты пытаешься убежать от меня ягуар русская петарда и попробуем взорвать вот на этой деревяшке какую краску ты хочешь сразу две давай попробуем сразу две положим петарды нику и с двух сторон вот так вот и посмотрим да насколько эффективно это будет получится ли нам покрасить стены нарисовать какие-нибудь граффити и вообще получится ли увидеть эту краску или она распылится моментально отходим на безопасное расстояние вот это было круто да у нас получилось сделать оранжевое и зеленое облако ну стену мы не покрасили зато мы покрасили грязь вокруг и это выглядит очень прикольно вау да кстати смотри щепки как будто бы из пушки ядром попали да все покрасилась смотри какая там оранжевая дымка оранжево-зеленая а еще знаешь что мотя по мне бегают пауки у меня очки все в паутине за колбочка маленькая это же колбочка от анализов мотя да в этой колбочки в больницу сдают такую маленькую какашечку я лови колбочку мотя не попадись в капкан там же капкан мотя у меня есть очень крутая идея взять оставшуюся краску взять супер мощную петарду положить это все в ящик и взорвать как тебе такое да у нас осталось сколько пять пакетиков с краской всего было 8 3 уже взорвали да ну у нас по сути все цвета и остались которые были и мы взорвем мега огромной петарды но перед этим мы уничтожим все что у нас здесь осталось и начнем мы пожалуй пожалуй с чего мы начнем мать давай уже угомоним вот эту вот технику я предлагаю знаешь сделать проще связать все вместе скотчем посередине будет петарда какая-нибудь средней мощности и мы это взорвем посмотрим как она разлетится но не на ящике а вот как раз на этой поставки для ноутбука и я думаю ничего не останется все разлетится в разные стороны ну как тебе идея смотри мотя я взял вот такую петарду заряд 12 до довольно большая но это не мега это чуть-чуть поскромнее конечно она будет чем мега но все равно она мощная сейчас мы все это скрутим вместе поставим и посмотрим как она разлетится будет круто мотя что ты только посмотри какая бомба у нас получилось да реально похоже на какое-то самодельное взрывное устройство тут и камера на нем есть и регулировка и плеер и книга и телефон и айкос и даже как он называется приемник для клавиатуры все тут породнилась а еще мотя смотри тут есть очень классный ремешочек который бы я оставил себе и посмотрим на него что-нибудь останется после взрыва этой петарды сейчас нужно будет убегать на очень большое расстояние вот примерно туда где стоят наши велосипеды и наблюдать за всем этим с безопасного расстояния ну а мы посмотрим что останется у нас от этой всей электроники после взрыва такой мощной петарды поставим как-нибудь о как классно это выглядит ну прям вообще так ремешочек в безопасное расстояние надеюсь он уцелеет его можно будет использовать ой там паучок бегает паучок спасайся ох это будет мощно домой правильно сделал спрятался за нашего оператора молодец красавчик просто салют из электроники смотри что это у нас тут валяется ешкин матрешкин это же от плеера панелька мотя все охлаждение больше не работает а вот и ремешочек посмотри да ремешочек остался супер ого-гошеньки ничего себе мотя мы смотри забыли петарда отсюда убрать они уцелели фух отложим пока да что у нас здесь осталось это хочу такое не знаю как ты думаешь от чего это не знаю дай 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 а я понял это от охлаждения самсунг уже не торт посмотрите что стало с камерой самсунг это панель я ее воду кину даже стеклышко у камеры отлетело на которой было написано 5 мегапикселей планшет планшет да электронная книга ну вот что стало с цифровым фотоаппаратом самсунг посмотрим что у нас случится с монитором самсунг настолько ли это крутая фирма насколько ее нам рекламируют айкас смотри это было так громко что даже очень сильно уши зажалось все равно очень громко да вот все что осталось от айкаса очень далеко все улетело это вот что такое а я понял это от этого плеера плеера с камерой старый плеер это все туда надо отнести но это еще не все посмотрите что я нашел что валяется здесь это внутренности от цифровой камеры покажи мотя куда ты побежал то показывай о смотри это аккумулятор внутренний а сюда кажется батарейки вставляешь сюда батарейки да конечно вот здесь когда то был дисплей покажи где вот смотри а эта штучка то не уцелела но самое главное хлястик с карабином остался вон видишь это от объектива интересно телефон телефон смотрите куда прилетел телефон ну ка мотя покажи а вообще от стекла ничего не осталось вообще мега да телефон раскрошился аккуратнее можно порезаться об телефон и вот что во что превратила одна лишь петарда заряд 12 вау вот вспомните как выглядит этот телефон как он сейчас выглядит его просто согнуло смотри он кстати под две сим карты был когда то вау ну сейчас мы все это дело сгребем в ящик и взорвем знаешь что мотя что мы будем взрывать чумодан чумодан да у нас на очереди чумодан потом будут мониторы и ящик с краской напоследок да в качестве салюта уже финального все я пошел на лодку да а ведь это тот самый чемодан который был и в турции и еще где то и еще где то о какая штука это же от айкоса батарея вот она как выглядит расчехлился да мотя я нашел электронику вау водички классно сколько же там всего это кстати от объектива вроде бы а мотя отправляется в путешествие мотя смотри у нас сейчас заряд мега 10 для чемодана мы будем использовать вот такую вот петарду их три штуки всего лишь и они очень мощные нет мы положим ее внутрь надо как-нибудь это сделать а вот прям так и сделаем а нет не так мы это сделаем немножечко по-другому ну-ка сложи-ка нажми на кнопку складывай чемодан никак оп сложил да отлично посмотрим сможет ли он у нас потом разложиться ну в смысле не на молекулы после того как мы его бомбанем супер мега бомбой заряд 10 вот так вот и положим мы его как-нибудь вот сюда вот надо его пропихнуть туда тут молния сломана но мы постараемся это сделать вы только посмотрите как я ее туда установил я попробую конечно ее пропихнуть но вряд ли это получится да лучше не стоит лучше оставить так как есть вот так вот да взрыв будет в верхней части поэтому готовьтесь поджигаю и все чемодан раскрылся а где вещи мотя где все вещи которые были в чемодане я не знаю наверное в космос улетели от взрыва да наверное они испарились ну если честно смотри как вообще дырка да дырка большая но если честно мне показалось что эта петарда была не такая мощная даже как вот предыдущая петарда хотя вроде как она да должна быть помощнее ну давай заложим в чемодан еще одну петарду какую-нибудь более мощную посмотрим сможет ли его окончательно уничтожить но дырку смотри он оставил конкретную этот взрыв кстати вполне чемодан работает вот отлично все пожалуйста можно ехать в путешествие с ним шикарно ну что давай угомоним его уже окончательно вот таким вот образом поставим помощнее петардоньку и бам-бам-бам предлагаю сравнить заряд 8 петарду и петарду ягуар если честно я не знаю какая между ними разница но в моем понимании вот маленькая петарда она более плотная и взрыв от нее должен быть мощнее но это не точно конечно же сначала у нас будет заряд 8 но не мега просто заряд 8 и надо как-то его там поджечь этот заряд 8 попробуем проникнуть через заранее проделанное отверстие во пошла бам теперь точно в отпуск с таким чемоданом уже не отправишься потому что уничтожено днище вот такой вот видимо вещей много в нем и и давай отпускай ну осталось проверить на нем ягуарчик насколько мощным он будет бэм получай чемодан а проверим мы следующее мотя смотри получится ли у нас поднять ручку с помощью петарды допустим допустим вы оказались в отпуске у вас чемодан с вещами тяжелый нести его на горбу на своем конечно же не предоставляется никакой возможности но ручка заклинила и возможно ли эту ручку поднять с помощью петарды сейчас мы ее отпустим вниз как видите она работает мы ее ослабим чтобы можно было а ну она нормально поднимается и вот отлично установим сюда наш ягуар получится ли открыть чемодан с помощью петарды ягуар проверяем мотя ты готов да в принципе в принципе да ручка поднялась открылась и и взорвалась да и можно ей пользоваться смотрите да во вообще она досталась полностью я считаю что это безоговорочно рабочий способ который можно применять при путешествиях будет да нормально слушай там какие-нибудь грязные вещи в него положить после отпуска в ворованные полотенца нормально сойдет и никак не хочет отрываться ладно это уже все хана этому чемодану настала очередь мониторов мотя и на мониторах мы испытаем самые мощные петарды как и на краске холли на очереди у нас вот такая мега заряд 12 и и мы прикрутим прямо к монитору посмотрим как он у нас раскроется и раскроется ли в самом существе при взрыве вот прямо на экране а тем монитором я думаю мы накроем петарду ну какую-нибудь послабже немножечко давай сейчас я хочу прикрутить к дисплею вот на это самое место такой вот пыльный да нарисуй что-нибудь там вот такая снежинка получилась и рожица сойдет что-то такое у нас получилось петарда установлена на монитор и сейчас момент истины проверяем и и мне вот знаешь интересно мотя пострадает или соседний монитор я думаю если поставить его напротив или сзади он точно пострадает но не факт конечно же ну что все готовы все спрятались в укрытие да отлично интересно это очень мощный взрыв эту петарду мы еще не взрывали это мощнейшая на сегодня я хотел ее засунуть в краску Холли но думаю петарды послабже будет достаточно а этой мы взорвем монитор и он исчез да смотри монитор просто исчез на самом деле он отлетел далеко вот вот рамка от него а вот и сам монитор смотрим я думал его пробьет насквозь но нет хо-хо-хо посмотри что с ним стало это ну реально как будто из гранатомета по нему попали не гранатомет вообще вот это дыра конечно мотя ты посмотри на этом телевизоре мультики посмотреть уже не получится как его там вскрыло смотри да я сейчас пам все а сейчас знаешь что мы сделаем мотя взорвем вот тот монитор только мы их положим экран к экрану и поскольку здесь пустота взрыв пойдет вниз и возможно возможно пробьет насквозь ну вот так вот допустим так хорошо берем средней мощности петарду устанавливаем мониторы лицевой стороной друг другу и взрываем а мотя мультик мы взяли вот такую петарду заряд 12 да мотя потрясающе смотри это заряд 12 кладем вот в то же самое место и постараемся пробить насквозь но перед этим мы один монитор накроем другим монитором кстати смотри в него все-таки что-то прилетело тут есть след от удара вот так отлично я думаю струя пламени дотянется до фитиля взрываем проверяем тестируем диагностируем бомба внутри мотя ты успел спрятаться отлично да прячьтесь а я поджигаю все вот это было очень круто смотри он подлетел аж а смотри как хорошо стало а этот прям на свое место да установился и дыра дыра сквозная обалдеть он воняет фу воняет как будто его пчела укусила ха ха это что за пчела такая была которая так кусается сильно вау вот это дырка а этому смотри вообще все нипочем слушай не зря самсунг считается очень крутой фирмой посмотри непробиваемая панель представляешь может у тебя такой планшет был бы для мультиков а еще часть от телевизора улетела вот так наверное как то было да так и было а мы его сейчас можем снова собрать давай рамку и мы соберем монитор вот пожалуйста все как новый да конечно смотри мультики все установили как было берем ящик кладем под низ мощную петардоньку это батареечка от айкоса и взрываем оставшуюся краску посмотрим какое получится у нас облако это у нас заряд 12 мега та самая петарда которой мы взрывали этот монитор первый раз кладем ее на дно ящика тут все качается точно развалится после взрыва но это и не важно нам важно чтобы все эти пакетики с краской подлетели как можно выше и у нас получился разноцветный бабах вот так да будет вообще супер разноцветный бабах пожалуй немножечко пересоберу я решил сделать немножечко иначе и просто обвязал краску вокруг петарды посмотрим насколько эффективно это у нас все бахнет поджигаем все спрятались бы вот это облако сейчас будет по да мотя давай прям в эту краску будешь зеленым синим фиолетовым синего там не было просто а ты уже зеленый ну как вкусненько глянь что у нас тут получилось смотри как его посекло это кусками ящика я вот знаешь что думаю ничего себе он покрасился красиво значит думаю вот давай еще попробуем положить петарду вот под эту часть монитора вот да прям вот под эту штуку смотри стекло сыпется из него там стая птиц мотя но и не будет видно на эту камеру к сожалению может если только чуть-чуть хоть смотри сахар сыпется да можно чай себе посохорить ну что кладем заключительную петарда чку вот сюда накрываем монитором даже это сделаем на бетоне вот таким образом это будет заключительный взрыв на сегодня возьмем какую-нибудь средней мощности петарду а что останется мотя мы потратим все на холодильник и стиральные машинки приступаем завершению нашего сегодняшнего экшен контента я взял вот такую петарду заряд номер 8 сейчас мы его установим сюда ну я не знаю может быть может быть и нет вот так и вот так посмотрим раскроется термоядерная водородная водородная да но это конечно водородная бомба но тоже неплохо ну что я предлагаю тебе скрыться в известном направлении а я буду поджигать давай давай это у нас заряд номер восемь тестируем монитор стой 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 не подходи потому что это петарда плохо сработало лишь она прогорела но нельзя подбегать сразу в этом-то и заключается главная опасность пиротехники петарда может пшикнуть ты такой подумал что взрыв уже произошел подбегаешь а она в этот момент как бабах нет это оказалось у нас то ли бракованной то ли что с ней произошло я не знаю она выгорела она не взорвалась она просто выгорела я не знаю но посмотри на нее видишь смотри вон пробка задняя петарда и просто трубка от нее да да вот так ну связи с этим придется истратить еще одну петарда чку попробуем еще одной такой петардой взорвать этот самый чемодан думаю ничего страшного что одна из петард прогорела и не взорвалась такое иногда происходит с любой пиротехникой до я понял в чем проблема мать а именно в том что мы накрыли слишком плотным монитором и петарде тяжело взорваться понимаешь да ну вот эти петарды не годятся для того чтобы взрывать дисплее такой большой толщины как тепленькая потрогать конечно тепленькая ну в таком случае попробуем помощнее петарда чку взорвать предлагаю пойти от обратного взять петарду еще мощнее мега 10 положить на дисплей сверху и накрыть задней частью этого самого дисплея вот таким вот образом сейчас уже точно должно взорваться вот так вот только гляньте как я все тут устроил фитиль не видно а он есть вот она петарда лежит поджигаем все все готовы получится ли интересно так вот таким образом фитиль поджечь да отлично вот так все получилось видишь мы не стали петарду накрывать этим очень плотным дисплеем и она взорвалась все отлично дисплей уничтожен задняя часть тоже но чемодан еще успеем похреначить а сейчас на этом самом моменте мы заканчиваем да и надо сказать что мать а это чемодана как раз ну что прощаемся с вами дорогие наши друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки колокольчик нажимайте пишите комментарии да пока друзья и обязательно пройдите по ссылке в описании посмотрите на то что можно заказать на сайте пиропитер какие у них есть крутые петарды и фейерверки во что они могут превратить обычную компьютерную технику и не только ее если хотите повеселиться и вам уже есть 18 лет заказывайте покупайте и развлекайтесь но не забывайте что это очень опасно всегда нужно действовать в меру своих возможностей и ни в коем случае не пренебрегать техникой безопасности удаляться на большую дистанцию от взрыва и выбирать вот такие вот безлюдные места для проведения подобных опытов и экспериментов круто ну а мы вернемся к вам в скором времени со взрывами холодильника мотя а еще что мать я забыл сказать это у нас не просто видео это видео приуроченная значит к чему к 500-му ролику на нашем канале ты представляешь на канале уже 500 видосов до часть этого события вот пожалуйста мы провели данное мероприятие ну все всем пока пока подписывайтесь заходите на наш канал смотрите видосы почаще и всем удачи